Привет, народ! Добро пожаловать в наши посиделочки, место, где мы с вами продолжаем обозревать разные сериальчики. Для тех, кто на канале не так давно, то вы, наверное, удивитесь, почему видюшка такая короткая, не формат. Но для тех, кто на канале уже не первый месяц, знает, что иногда, когда я выхожу из кинотеатра, я записываю первое впечатление. Это такая небольшая видюха, первая половина без спойлеров, вторая, немножко поговорим по сюжету. Сначала я рассказываю, кому стоит пойти посмотреть этот фильм и мою имхо-оценку, а потом уже все остальное. Итак, кошка тоже пришла послушать, как же же Веном получился. Ну что, сразу видите, что я поставил 6 баллов этому фильму. На данный момент у него оценка 6.2. Не так много людей успел проголосовать, только 6.6 тысяч. Если вы спросите, а что же там на томатах говорят, томаты критики дали 37%, зрители поставили 77%. Давайте начнем с того, что никогда обычно высокими рейтингами марвеловские фильмы не отличались. Как бы точка. Есть фильмы-исключения, но, как правило, критики не сильно любят марвел. Второе. Предыдущие фильмы по Веному тоже не собирали высоких оценок от критиков. Кто идет на этот фильм? Я делю на киношки и кино. Но этот фильм однозначно киношка. И когда я шел в кинотеатр, я знал, что я иду на киношку. Бюджет у этого фильма. Кто-то спросит, вот блин, мы смотрели предыдущий фильм. Но такая же дуристика. Предыдущий фильм, у него был бюджет 110 миллионов. Он в прокате собрал 500 с чем-то миллионов. То, естественно, Sony, когда видит, что мы вложили 110 миллионов, собрали в 4 раза больше. Но, опять-таки, 110 миллионов это до маркетинга. Вот просто чисто бюджет. Точно так же этот фильм, эта часть, у нее бюджет 120 миллионов. Соберет ли он, окупится? Я думаю, все равно окупится. Потому что у нас сегодня пятница. Мы пошли на трехчасовой сеанс. Зал был практически полный. Люди приходят, смотрят, покупают попкорн. Сидят от начала до конца. Фильм, если у вас нет времени и нет денег, то лучше не идите. Это не тот фильм, который кто-то вам скажет, блин, да ты пропустил кино этого года. Нет. Этот фильм не считается фильмом этого года ни разу. Дождитесь, когда он выйдет на каком-нибудь диске или еще что-нибудь. Посмотрите дома, если у вас хороший телевизор. Если вам нравятся марвеловские фильмы с вот именно вот этими взрывалками, стрелялками, со всеми остальными спецэффектами, идите. Спецэффекты в принципе неплохие. Там есть сцены с добавлением новых монстров. Не спойлер? Нет. Новые монстры появляются там. Какие-то визуальные моменты. Все вы видели трейлер, наверное, по Венному, когда он запрыгивает на лошадь и лошадь превращается в монстра. Эта сцена выглядит красиво. Но фильм такой пустой, такой скучный. Вот только спецэффекты и покупают. Для кого вообще этот фильм пойдет? Если вы устраиваете дома вечеринку на тематику Марвела, то вы можете включить у себя на заднем плане, чтобы этот фильм играл. У него там есть музыкальное сопровождение, есть какие-то хихиха-ха, какие-то сцены. Если вдруг какой-то случится диалог у вас в компании посреди фильма, то в принципе люди ничего такого не потеряют. Если вы огромнейший фанат, что вот вы просто не можете, вам нужно посмотреть абсолютно все фильмы Тома Харди, вот тогда идите в кинотеатр, смотрите этот фильм. Но опять-таки это не самая лучшая его роль. По поводу актерского состава, кто меня удивил? Никак не думал, не гадал я, никак не ожидал я, что сэр Отто Хайтавр там появится. Я вообще прозрел, когда увидел, я Леонардо Ди Каприо свистел. Отто Хайтавр там. Потом было такое, лично для меня, кроссовер из Football for Life. Блин, вылетело из головы сейчас. Вот этот актер, он играет Тед Лассо. Тед Лассо, да. Он Дэнни играет. Он снимается и тоже из Теда Лассо на Кейли. Она в Тед Лассо, по-моему, играет. Вот эта вот актриса, она в Тед Лассо, Тед Лассо, Тед Лассо, да. Кейли Джонс. Вот как бы увидеть их, да, вот интересный такой вот появление актеров из одной вселенной, пришли в эту вселенную. Как бы объясняется момент с кроссовером между вселенными. Опять-таки, вот честно говоря, немножко уже притомился, утомился я от всех марвеловских проектов. По-моему, уже нужно поставить на паузу и дать, может, лет 5-6, чтобы никто не трогал, ничего не снимал. Но для телестудий, для телекомпаний, если они собирают бабки, ну хорошо. Там еще, пока мы смотрели, мы сидели с сыном, разговаривали, я говорю, я вообще так неожиданно для меня Веном вышел, потому что, как бы, я уже, я его и не ждал толком. А тут смотрел про Агата, Агата Ол Лонг, и реклама была посреди эпизода, что идите, смотрите, в кинотеатрах уже вышел новый Веном. Я Малому говорю, ну что, пойдем посмотрим? Ну, пойдем посмотрим. Вечер был свободный, и как раз убили время. И был трейлер, что в декабре, оказывается, еще один фильм по Марвелу выходит. Там Охотник какой-то. Я сижу, смотрю, ну, такое ощущение, как будто это как черная пантера, только белая пантера. Опять-таки, я не настолько глубоко знаю вселенную комиксов, чтобы вот сказать, о, я вот точно знаю твои персонажи, но Омик сказал, о, я его знаю, я в какой-то игре с этим спайдерменом против него сражался. Не знаю. Ну, короче, новый трейлер выходит. Итак, оценка шестерка только потому, что у меня не было высоких ожиданий. Я знал, что я иду на киношку, киношку под попкорн, и, в принципе, я это получил, но в то же самое время даже в категории киношки там было столько много клише и пустых моментов, которые я вот сидел, зевал. Это вот как, наверное, в последний раз я так сильно зевал, только когда смотрел про Человека-муравья последнего, квантоманию. Все строится вокруг Тома Харди, и все. Вот только на него смотреть, как он разговаривает с нарисованной головой. Давайте сейчас поговорим немножко с теми, кто уже посмотрел фильм. Если вы боитесь спойлеров, то сейчас, наверное, самое время отключиться для того, чтобы в такой момент я себе мог поставить полосочку, где скипнуть со спойлерами. Я пока спонсоров своих покажу. Спасибо большое тем, кто поддерживает канал, особенно в высоких категориях, когда у нас есть ламповые стражи, у нас есть хранители ключа. Спасибо большое. Мастера ключа. Спасибо. Еще Кириллу и Даши, которые спонсорены Патреоне. По сюжету, если мы поговорим, то даже то, что они притащили дофига разных веномов и показали. Мне почему-то вот ты смотришь человека, кого там, паука у нас было посреди паучьей вселенной. И у нас там было дофига разных человечков-пауков. И вот такое ощущение, как будто сейчас вот нам нужно больше и больше и больше. Флэш, когда был, тоже там параллельные вселенные, другие флэши, еще больше Бэтменов. Такое ощущение, как будто их стараются уже, не знают, как качеством истории взять. Давайте сделаем просто больше. Ну, у нас были. Веном сражался в первой части наподобие с кем-то такой, как у него был. Во второй части, где это было, да наступит бойня, да. И здесь, ну здесь уже вообще завалили. Ты не успеваешь даже различать, какой где персонаж. Не переживаешь, когда вот эти монстры вылезли, они начали всех там пожирать. Ну, сожжай, я хрен с ним. Ну вот, не было такого, что ты к кому-то привязываешься. Тот же самый персонаж Килли, то, что вот там молния ее ударила с братом с один... Вот, ну и что? Ну вот, и таскает в колбочке какую-то наэлектролизованную жидкость. Тоже какой-то Веном наэлектролизованный. Потом показали монстра, который сидит с мечом прицепленным. Мне вообще показалось, как фанату World of Warcraft. Я вообще подумал, что это нам Лич Кинг сидит, что ли, на троне. Ну, примерно такие волосы. Меч точно так же держит. Мы досидели до конца, посмотрели два этих посткредит сцены. Ну, тоже такое, ни о чем. Ни о чем, не знаю. Вечер скоротать под Марвеловское, если сильно хочется, я это и получил. Но потом тот же этот генерал, которого проткнули. И он еще, все еще с проткнутыми кишками. Ну, это по заветам Арии Старк. Еще бегал, еще мог сканировать себя. А потом еще и подорвал кедрень и фене всю ту балагоду. С кислотой и со всем тем. И, опять-таки, когда показали кислоту, уже сразу было понятно. Такая чеховская кислота. Что, ага, значит, вот этой кислотой будут разрушать. Потом его поступок в конце. Все те, кто смотрел Терминатора 2-го, там уже понятно было, что именно он собирается сделать. Еще момент, который я не понял. Актер, который играет вот этого генерала Челикова, он уже ж вроде во вселенной Марвел был. А во вселенной Марвел у доктора Стрэнджа он был. Барон Мордо. И в докторе Стрэнджи вот Мордо был. Как это можно? Одного и того же актера во вселенной? Ну, ладно. Хорошо. Пускай. Ребята, опять-таки, без высоких ожиданий. Если вы посмотрели, напишите мне в комментариях, какие ваши мысли. И как вы думаете, соберет в прокате или не соберет? Должно собрать, потому что если тоже мы говорим про другие фильмы, когда вышла предыдущая часть, там вообще, по-моему, выходила она в COVID. И все равно собрала. Веном, новый хом. Да, вот это нам там было. Вот. Про резня. Оценка 5.9. 5.9. Вышла в 2021 году. Это когда половина кинотеатров была закрыта. И они все равно с бюджетом 110 миллионов смогли собрать 500 с лишним. Ну, пока народ ходит, пока смотрит, будут продолжать шлепать, делать, и мы будем... А мы будем продолжать ходить, смотреть и покупать попкорн. Все, ребят, я так заработался, закрутился, сегодня пятница, но вроде развлекся чуть-чуть. Все, жду вас в комментариях. Пока-пока.